Всем привет! Мы сейчас находимся в Москве, опять на юге. У меня сегодня день отдыха, несмотря на то, что это турбоблок, в котором, по идее, не должно быть дней отдыха. Но дело в том, что... Если хочется, можно его устроить, потому что... Вся необходимая информация уже у вас. И турбоблок — это просто способ бросить себе вызов, способ дать нагрузку, которой вы не готовы. Ну, а у меня нет такого желания давать себе вызов. Поэтому я просто приехал пообщаться с Русланом. Привет! Привет! Ты взял турбоблок? Привет! Взял. Взял? Да, он не видит. Окей, давай, давай. Я так на камеру. Она все работает? Она, да, снимает. Руслан сделал вращающийся турбоблок. Знаешь, вот здесь такое покрытие вышло. Угу. Непростое. Вот. Она не красится? Нет, она не красится, все замечательно, да. Вот вторым гайки такие можно. Ну, с ними гораздо лучше смотреться. Ну, да, смотрится классно. Ты с нами. Значит, у меня вот это, еще и цепи. Угу. Вот. А это масло. Куда чай? Сейчас затестим турничок. Уху-ху-ху. Тебе помочь можно? Да, пробуй справиться. То есть, да, в этом плане удобнее цепь, потому что она подлиннее вешать будет. Ну да. Одному удовольному. Она у меня в рюкзаке, кстати. Я понял тебя. То есть, фактически, конструкция, ну вот, сам турник, цепь, два карабина. Да. Конечно, здесь внутри еще натюнка, чтобы все работало, чтобы было все хорошо. Ага. Вот. Так, снаружи вот так выглядит простенько. Это сороковой диаметр, да, диаметр? Да. Поддерживай. А он со временем как будет? Хуже он не должен крутиться, потому что я туда зафигачил дополнительно смазки. Вот это, это был, литол что ли. Угу. Вот. И она долго будет держаться. Я туда прям ее зафигачил и вот это уже закрутил. Угу. Вот. Можно вдвоем попробовать повисеть, если хочешь. Давай. Сейчас повисим камеру. Волновой, деда. Да, если ты не проверяй, я так предложил, да? Она погасла, но она снимает. Главное, чтобы эту хрень не... Вот это треножные. Да блин, это самая, на самом деле, лучшая покупка в этом году. Которая у меня была, потому что... О, я вешу. Опа. Хорош. Дев. Да. Правильно? Надежненькая получилась, надежненькая. Так. Сейчас еще я вам покажу площадку, на которой нам приходится заниматься. Собственно, вращающий турник это лучше, на что она не есть. Учитывая, что она немного под... Почему-то под углом уже. Ну, она расшаталась, видимо. Ну, видимо, причем не... Ох ты. Ёшкин кот. И вот тут еще плохо. Видимо, может быть, кто-то солнышки всякие делает. Солнышки, я не знаю. Надо это отправить в администрацию района Беляева. Это ведь не кенгурушка. Ставят всякую ерунду, а потом... Народ инвалидами становится. Вот что вот это за турник надо... Что это такое? Что это? Господи. Везобразие. Просто вот... Ты вот так толкнешь, она упадет. Ну, вообще, да, может упасть. Ладно. Пожалуемся. Пожалуемся в администрацию района на Новый год. В общем, эта перекладина, эта шведская стенка, это просто какой-то ад. Ребятки, честно скажу вам. Обязательно надо будет накатать письмо. Я даже не поленюсь. Напишу в администрацию района, что здесь творится ад. Дальше. Здесь есть рукоход. Чем необычный рукоход вот этой секции? На самом деле, я его нигде раньше не видел, вот такую секцию, которая позволяет детишкам там забираться на рукоход и ходить по нему. Это здорово. Это было бы очень здорово, если бы была еще с другой стороны такая же секция, чтобы они могли слезать, и им не надо было спрыгивать. А так, что-то очень сильно это все не продумано. Не продумано. Что еще здесь есть? Здесь есть прекрасные, убогие наши оранжево-серые тренажеры, к которым вы уже привыкли, которые разваливаются очень быстро. Ну, чуть менее быстро, чем красно-желтые. Но тоже очень быстро они разваливаются. Возможно, это пример уже развалившегося. Нет. Что? Как этим пользоваться? А, нет. Он так и должен быть. Господи, какая странная конструкция. И вон еще впереди детская площадочка тоже с турниками, брусьями. Ну, вот эти наши черно-оранжевые, убогие, ужасные. С какой-то странной штукой в центре. Что это? Давайте посмотрим. Здесь определенно что-то было. Возможно, с таким креплением не очень долго это что-то было. И с таким креплением, господи, это просто ад. Кто? Скажите мне, кто принимает решение о том, что эти площадки будут установлены? Кто их вообще на баланс принимает в таком качестве? Просто убийство. А, ну, в принципе, ладно. Если информационный столб в таком состоянии, то ничего удивительного... Ничего удивительного нет. Ладно, такой вот район. Бывает. Ну, как я уже сказал, у меня сегодня день отдыха. День растяжки, вернее. Потому что растяжки мне гораздо важнее, чем потренироваться на силу с сегодняшним заданием турбоблока. Вот, поэтому буду растягиваться. Такие вот дела. Вот так вот. Такой небольшой выпуск. Надеюсь, что турнички у Руслана получатся. И очень скоро мы сможем на них тренить активно, потому что... Потому что у нас есть... У нас есть. У меня есть. У меня появилась идея очень крутого проекта, который мы постараемся реализовать в следующем году, весна, когда будет хорошая погода. Для продвижения и воркаутов массы, и хорошее дело сделаем, и... И вообще. Будет интересно. Так что оставайтесь с нами, не отписывайтесь. И увидимся завтра. Будет новая площадка, будет уже тренировка, естественно. Вот. Будьте клевыми. Занимайтесь воркаутом. Не бойтесь. У головы.